Электронное правительство из мифа превращается в реальность. Об этом не без гордости рассказали на итоговой коллеге регионального управления по информатизации. В области постепенно происходит переход на электронную форму предоставления услуг. В настоящее время 17 органов исполнительной государственной власти и 156 органов местного самоуправления объединены в региональную систему, которая, в свою очередь, подключена к федеральной. В регионе создана информационная система, система исполнения услуг для получения сведений от федеральных органов власти. В данной системе уже начали работу все исполнительные органы государственной власти и все органы местного самоуправления. В целом, для оказания государственных муниципальных услуг региону необходимо получение 50 видов сведений от федеральных органов власти. По прогнозам, к 2015 году 70% государственных муниципальных услуг можно будет получать в электронном виде. Причь идет в миграционной службе, органах ЗАГС, налоговой. Ключом к электронным услугам станет электронная карта. В настоящее время все желающие могут подать заявление на ее оформление. Универсальная электронная карта обеспечивает идентификацию ее держателя для доступа к получению государственных и муниципальных услуг, а также услуг иных организаций в электронном виде. К получению государственных услуг в системе обязательного медицинского страхования, например, запись на прием к врачу. Обязательного пенсионного страхования, например, получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России. Получение банковских услуг. В дальнейшем карту можно будет использовать для оплаты проезда, медицинских услуг, питанции ЖКХ и ГИБДД. Если говорить о госавтоинспекции, то электронное ОКО пристально следит за автомобилистами. В Ивановской области установлены не только стационарные комплексы фиксации нарушений ПДД, но и мобильные. В региональном управлении по информатизации было проведено обследование камер видеонаблюдения, а теперь проводятся профилактические ремонтные работы. По информации МВД России по Ивановской области, использование технических средств в рамках автоматизированного программного комплекса позволяет увеличить число раскрытых преступлений по горячим следам и привлечь к административной ответственности нарушителей общественного порядка, создать предупредительную форму воздействия для правонарушителей. Благодаря развитию информационных технологий в режиме онлайн жители области могут наблюдать за работой коммунальной техники. Особенно популярным портал ивглонас.рф становится в непогоду. Следить за перемещением автобусов и маршруток тоже можно. Правда, пока далеко не весь транспорт оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.